Уличная ледовая арена у Ермолаева была заполнена под завязку. На льду встретились действующие чемпионы и вице-чемпионы первенства Республики Башкортостан среди юношей. Матч проходил на естественном льду, ведь именно на таких площадках зарождался хоккей. Я и себя помню на открытых стадионах. Хоккей, ну в принципе, так и зарождался на открытых площадках. Вот в районах, скажем так, с небольшим населением, но все-таки в большие дворцы это не очень, наверное, будет экономично. Поэтому такие вот площадки открытые в районах, они очень полезны именно для детей, для занятий хоккеем. То есть, в принципе, все идет, весь хоккей такой и начинается с открытых площадок. Еще до матча соперники договорились дружить, но спортивный дух и интерес все поменял. Обе команды так хотели выиграть этот матч, что дело доходило до неспортивного поведения. Но, как говорится, в хоккей играют только настоящие мужчины. Порная игра и удивительный результат. Только в первом периоде было заброшено три шайбы. Причем хозяева площадки могли забросить и больше. Не хватило везения и голевого чутья. Общий счет первого периода 2-1 в пользу команды из Куергазинского района. Во втором периоде словацкая команда сравняла счет 2-2. В третьем периоде болельщики так и не увидели заброшенный шайб. Дело дошло и до послематчевых булитов. Хоккеисты признают, что булиты – это лотерея, поэтому в игре и та команда, которая будет более удачлива. Множество штрафных ударов было исполнено, и единственная шайба команды «Алмаз» все решила. Мы не предполагали, что соперник будет настолько силен. И готовились к хорошей, интересной игре, но не предполагали, что так получится сложно играть в этих погодных условиях. Игра, одним словом, была очень интересная, напряженная, и мы довольны результатом. Но все-таки это же действующий чемпион сейчас. Действующий чемпион, но команда «Салават» – «Алмаз», она всегда боролась за первые места, и дух победителя у нас был всегда, и он останется. И поэтому мы играем всегда с удовольствием, и в каждой игре стараемся победить. Игра была равной. Дух победителя присутствовал и у команды из Кургазинского района. Но не хватило какого-то фарта, везения. Ну, первый период у нас был отличный, у пацанов был «Салават» отличный, второй более-менее, третий уже все устали. У кого-то шла игра, у кого-то нет, у кого-то были моменты красивые, но не забили. На «Физуха» надо работать больше, везуха кончилась в третьем периоде. Баулиты – это даже не победит, не тот, кто сильнее, а тот, кому повезет больше – это лотерея, кому-то везет, кому-то нет. Сегодня повезло им, завтра нам. В завершении матча состоялась церемония награждения. Салаватская команда получила кубок. Ну, а наши ребята удостоились громких аплодисментов за свою поистине спортивную борьбу.